Добрый день, меня зовут Никитина Ирина, я представляю НИУВШ, московский кампус, и мой доклад называется «На чём висит занавес неведения Джона Роуза». Естественно, в 1971 году вышла книга Джона Роуза «Теория справедливости», которая наделала много шуму в рамках политической философии. Были очень привативающие отклики. Ситуация заключалась в том, что превалирующей доктриной был утилитаризм, и, естественно, Джон Роуз пытается его повернуть, а говорит, что это так не работает. Ну и, естественно, выход данной книги поразил большое количество литератур, с этим связанной, и это стало такой классикой. Естественно, цель Джона Роуза – обосновать концепцию справедливости как честности, тем самым избежав развилки между утилитаризмом и интуитивизмом. Про утилитаризм я уже сказала, почему он этим мотивирован. А под интуитивизмом он скорее понимает не то, что у нас есть какие-то, например, моральные концепции, к которым у нас есть какой-то доступ при помощи интуиции, а скорее его волнует, что у нас может быть несколько принципов, между которыми мы не установили какого-то упорядочения, то есть мы не говорим, какие принципы приоритетны по отношению к каким. И, соответственно, в каждом конкретном случае у нас какой-то кейс, да, три принципа противоречия друг другу. Нам нужно опирать на интуицию, просто что-то выбирать. Его такая ситуация не устраивает. И, естественно, он прилагает концепцию справедливости как честности. В целом, если рассматривать эту книгу такими большими слыхами, она весьма похожа на то, что Носбаум в статье от 1987 года описывает как аристотианский подход к добродетели, потому что по Аристотию все это добродетель, но не конкретного человека, а структуру всеобщества базисной. И, соответственно, в чем суть этого аристотианского подхода, который, соответственно, Аристоти использует в никомах в этике, то, что сначала мы определяем сферу добродетеля, то есть какие у нас должны быть условия, чтобы вообще добродетель могла иметь место. Затем мы даем слабое определение добродетели. Ну и у Аристотеля это чаще всего просто название данной добродетели, которое как-то должно указывать все-таки на суть происходящего. Ну и Роуз, естественно, прилагает справедливость как честность. То есть понятно, что просто такого слабого определения недостаточно, нужно что-то больше говорить, содержательно. И для этого сильное определение, и по Роузу это как раз-таки два принципа справедливости. Соответственно, я не буду никаким образом оспаривать второе утверждение, что справедливость нужно понимать как честность, в контексте данного доклада меня это не сильно интересует. Соответственно, Роуз говорит как раз-таки о справедливости как главной добродетели в базисной структуре общества, и его волнует распределение прав, обязанностей и преимуществ, которые осуществляются социальными институтами. И возвращаясь к первому пункту, какие должны быть обстоятельства, совместное проживание на одной территории людей, какой-то конкретный момент времени, и люди примерно равны друг другу. Что это значит? Это не значит, что мы все совершенно одинаковые, а это значит, что нет какого-то человека, который может взять и победить 100 других самостоятельно и починить их себе. То есть, находимся в Кетербурге, то есть в Кетербурге нет человек, который может взять и каким-то неизвестным физическим образом починить себе всех остальных жителей Кетербурга, поэтому люди примерно равны друг другу. И присутствует ситуация умеренного дефицита, то есть у нас все-таки ограниченность института присутствует, они не бесконечны, потому что если они не бесконечны, то проблем с преимуществом никого не было, всем бы все хватало и так далее. Вот, и есть субъективное обстоятельство. Субъективное обстоятельство заключается в том, что у всех людей есть своя концепция блага, и концепцию блага Рос понимает как рациональный план жизни. Вот, то есть у вас должен быть какой-то план, чего вы хотите, и вы считаете, что вот если вы это достигнете, то обретете благо, воплотите свою концепцию. Вот, естественно, Рос говорит, что должны быть приняты два принципа справедливости, про механизм принятия я буду говорить чуть позже, но вот как они выглядят. Первый принцип посвящен основным правам, и он как бы обеспечивает то, что мы все стоим, так сказать, на одном полу, да, то есть никто ни выше, ни ниже, ни выше в этой иерархии, то есть это какая-то такая сетка, которая наслодит в любом случае. Каждый индивид должен обладать равным правом в отношении наиболее общей системы равных основных свобод, совместимой с подобными системами свобод для всех остальных людей, что, в общем, достаточно приятно и хорошо. И второй принцип, в отличие отчим образом, социально-экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они одновременно, во-первых, ведут к ним больше выгоден и менее преуспешших, в соответствии с принципом среди воспринятия. И вот этот первый подпункт, его называют принципом различия, и, во-вторых, что они одновременно делают открытыми для всех должностей и положений в условиях честного равенства возможностей. В английском это звучит как fair opportunity, и это не только то, что позиции открыты, да, то есть вот у вас есть талант, необходимые навыки и способности, вы можете занять определенную позицию в обществе, но также то, что вы видите, например, в котором нет доступа к образованию, да, они это образование можно каким-то образом получить, то есть предоставлены условия такие, что вообще эти способности, навыки для занятия необходимой должности, должности и позиции люди могут обрести. Вот. Соответственно, каким образом принимаются данные два принципа справедливости, согласно Розу, как он аргументирует то, что они действительно работают, должны быть приняты, он говорит об original position, по-разному переходят исходные положения, начальные положения, оригинальные позиции даже, но очень странные переводы. По-моему, в консерции никакого по поводу перевода этого названия нет. Вот. И, соответственно, РЗК стандартная модель для теории договоров, то есть когда есть изначальное положение, в котором принимаются некоторые соглашения, и далее мы считаем, что все соглашения, принятые в данном положении, они честные, хорошие, замечательные, и все должно работать. То есть нужно понимать, что эта ситуация гипотезидическая, то есть мы вообще не хотим ее реализовывать никаким образом, нам это совершенно не нужно. Это просто такой инструмент для анализа того, что происходит. Соответственно, как РОЛС определяет свое исходное положение, у нас есть стороны, которые, ну, плюс-минус патросфамилия в том отношении, что это не какие-то конкретные индивиды, которые плавают в воздухе, но они принадлежат к некой генетической линии, у них есть потомки и так далее. И, в общем-то, они не знают, какому поколению они принадлежат, поэтому это важно. И стороны не заинтересованы друг в друге, они эгоистичны в том отношении, что их не волнует, что будет происходить с другими сторонами, они заинтересованы в том, чтобы обеспечить себе наилучший исход. Имеет место обстоятельства справедливости, то есть они стороны, но, соответственно, об этом знают. И, из-за самой стороны, участники этого договора выбирают базовую структуру общества из короткого листа альтернатив, находясь за занавесом неведении. РОЛС говорит, что нужен все-таки какой-то лист альтернатив короткий, потому что сложно представлять ситуацию, где мы просто из бесконечного фото набора можем что-то выбрать. Это очень прематично. Но его короткий лист альтернатив – это просто теории, которые наиболее популярны, весомы в данное время, что не очень, мне кажется, проблемно. И, находясь за занавесом неведения, про занавесом неведения чуть позже, и он выдвигает формальные требования к принципам – это общность, универсальность, публичность и порядочная окончательность. Общность говорит, что у нас, например, не может быть такого принципа, что какому-нибудь Васе Иванову достанется все. Такого принципа быть не может. То есть это как бы связано, что у нас не может быть какой-то принцип, который обусловлен каким-то конкретным человеком, но это не очень сильно возможно, потому что занавесом неведения и не понимать его не будут, поэтому это бессмысленно как бы принимать принцип, который необычный. Универсальность говорит, что, соответственно, эти принципы принимаются ко всем, а публичность следует из-за самой природы договора, потому что он публичен. Упорядочную – это как раз таки, что если у нас принимается не один приступ, а несколько, а мы уже… Уже выяснили, что принимается два аптета. Одно принцип, одно другим. И внутри самих принципов тоже, если они какие-то сложные. Чтобы у нас не было ситуации, где они сталкиваются, а потом мы просто сидим и вот интуиция что-то там пытаемся понять, какой лучше, какой нам больше нравится и так далее. Ну и окончательно, что не могут появиться какие-то новые принципы, которые, так сказать, победят что ли предыдущие. То есть если мы приняли два принципа справедливости, не может неожиданно появиться какой-то третий принцип, который, скажем, ну, он вообще лучший. Он такой замечательный, хороший. Ну, естественно, да, роз много указывает на то, что это не какая-то реальная ситуация. То есть мы не планируем никого там действительно собирать, какую-то большую группу людей, всех живущих когда-либо, всех поколений. Это просто такая позиция, перспективу которой каждый может принять в любой момент. То есть что это значит? То есть в любой момент мы можем ограничить свою аргументацию таким образом, что она удовлетворяет эти условия. Например, мы не можем что-то аргументировать, что все может достаться Ване Иванову, потому что Ваня Иванов очень замечательный. Потому что мы вообще не знаем, кто такой Ваня Иванов, может, мы ничего о нем не знаем. Вот. Естественно, вопрос просто в том, насколько хорошо, там чисто, замечательно мы ограничиваем наше мышление для того, чтобы оно удовлетворяло условия. Вот. И занавес неведения. Понятно дело, что говорит про то, что люди не знают, но что конкретно они не знают? Во-первых, они не знают свое место в обществе, классное положение, социальный статус, гендер, все остальное. Они тоже не имеют никакого понятия. Кто они? Вот они какой-то абстрактный человек. Вот. Они также не знают свои естественные дрова неспособности. То есть никто не знает, будут у вас какие-то хронические заболевания, какая у вас генетика, какой IQ у ваших родителей, и какой, вероятно, будет у вас, тоже неизвестно. Также мы отбрасываем какие-то психологические положения об участниках. Что имеется в виду? Имеется в виду, что у всех у нас есть какие-то черты характера, мы отличаемся друг от друга, и то, каким будет, никто не знает за заданностью неведения. И также не знает свою концепцию плага. То есть участник, находясь за заданностью неведения, не знает, что он считает самым прекрасным и замечательным, к чему он будет стремиться далее. А он также не знает неприятные обстоятельства своего общества. Как это интерпретируется? То, что, вот мы не знаем, мы попадем в Грессу V века или в Россию XXI. Не знаем мы. И вообще, как это будет выглядеть, мы тоже не представляем себе. Но стороны знают, что их общество подвержено обстоятельствам справедливости. И здесь написано, я написала, что они обладают какими-то общими фактами по поводу того, как вообще все работает. То есть у них есть какие-то базовые представления об экономике, социологии и так далее. Ну и Росс потом уточняет, что эти базовые знания такие, что сейчас в научном сообществе есть какой-то консенсус по поводу этого. Тут, конечно, такая немножко шаткая земля под ногами у нас находится, потому что не до конца понятно, что это за общие факты. Но если мы, хотя сейчас в XXI веке все-таки примем, то не так много проблем с этим. И, соответственно, есть альтернативы, представлю. У нас есть два прекрасных принципа справедливости, какие-то смежные концепции, которые, соответственно, мешаются с каким-то принципом справедливости, что-то просто заменяется. У нас есть классические теоретические концепции. Это, в общем-то, альтернативизм в основном. И у нас есть альтернативистические концепции. Как раз-таки разные варианты того, какие принципы балансируются с какими, когда мы не знаем, какой из них лучше. Но для розы это прям серьезная проблема. И эгоистические концепции, но при этом он их исключает уже на стадии того, что у нас есть формальные требования, принципы, которые должны быть приняты. И большая часть эгоистических концепций просто исключается. Поэтому с эгоистическими концепциями таких сильных проблем как будто бы нет. Как вообще формулируется это самое исходное положение? И почему вот такие принципы принимаются? У нас у всех есть какие-то суждения, которые мы вроде бы обдумали, взвесили и решили, что они, в общем-то, не очень плохие, вроде бы они работают, и мы от них вообще отказываться не очень хотим. С другой стороны, нам нужно разработать какую-то теорию, все-таки какие-то принципы установить четкие, да? И, в общем-то, с очень высокой вероятностью мы, когда теорию разработаем, не все наши прекрасные, обдуманные, взвешенные суждения будут соответствовать этой теории. А вот вопрос в том, чтобы найти некоторое рефлективное равновесие. В русскоязычной литературе в последнее время приводят как рефлективное равновесие. Раньше оно было рефлексивным, но рефлективное равновесие мне нравится больше, поэтому я рефлективное пишу. Ну вот, рефлективное равновесие заключается в том, что нам все-таки нужно найти какой-то баланс между тем, какие обдуманные суждения нам все-таки, кажется, придется как-то немножко откинуть, и насколько мы готовы как-то подергнуть, немножко изменить нашу теорию, которую мы придумали. Ну и, соответственно, у Роза как раз-таки исходное положение – это связующее стадии между обдуманными суждениями и принятым принципами, потому что мы исходное положение формулируем так, чтобы нам, чтобы в нем, естественно, были приняты те принципы, которые нам хотелось бы. Вот, ну, очевидно, что так просто и топорно не получится, но все-таки придется там что-то немножко откинуть, поэтому в данном случае рефлективное равновесие очень важно. В обзоре, соответственно, на книгу Роза, Хэ пишет, что интуиция, потому что вообще интуицию Роз не отиграет, то есть он просто не любит интенсивизм в том плане, когда у нас непорядочные какие-то принципы, а так он не пользуется. Она имеет место, когда мы выбираем условия исходного положения, то есть когда мы описываем его, каким образом нам нужно его описать, чтобы были приняты какие-то принципы, которые нам хочется, что есть множество версий, да, то есть понятное дело, что версии предложенной Розы не единственная, но там локрусу у них совершенно другие начальные положения. И, соответственно, второе место – это как раз-таки вопрос о том, почему вот в этом описанном исходном положении должны быть приняты именно те принципы, которые говорятся, потому что это не очень сильно очевидно все-таки, и Роз предлагает достаточно большую аргументацию, почему именно такие, почему, например, у нас есть вот эта не просто, да, открытость позиции к каким-то способным людям, а почему мы еще должны обеспечить то, чтобы люди вообще могли быть такими способными стать и так далее. На самом деле занавес не един и придумал не Роз, а про него уже говорили в 45-м году в Викре и Харсане. В 53-м году их интересовала коррозиональная полезность. Есть коррозиональная полезность, когда у нас просто есть какой-то список, значит, преференций наших, а коррозиональная полезность, когда мы имеем конкретные какие-то личные все-таки измерения, имеют место, вот, и их волновало, что как раз-таки коррозиональная полезность имеет место, с одной стороны, когда мы оцениваем риски, а с другой стороны, в экономике благосостояния. И они как-то пытались найти объяснение, почему там и там это присутствует, как это вообще можно связать, что с этим можно сделать. Как раз-таки мы видим, что мы выбираем какую-то там дистрибуцию благ, да, как раз-таки тем, которым занимается в том числе экономика благосостояния. Но при этом мы находимся в позиции некоторого риска в исходном положении. И, соответственно, они как раз-таки про это пишут, и Харсани заявляют, что осуждение, ценностное осуждение, оно на самом деле относительно распределения дохода, оно удовлетворяет требованию высокой персональности. Если человек, который делает осуждение, он должен выбирать конкретную какую-то схему распределения доходов в полном неведении относительно своей собственной позиции. Вот. У Викторовича, в целом, примерно все то же самое, и они оба соглашаются с тем, что так мы не знаем, в какой позиции мы будем, то нам нужно принять просто, что у нас есть равные шансы оказаться в любой позиции. И Rawls это вот это не принимает, что мы не можем просто сказать, что у нас одинаковые шансы, потому что если мы говорим, что у нас есть одинаковые шансы, нам приходится принимать слитаристские принципы, а нам этого вообще сильно не хочется, если мы Rawls. И, соответственно, с этим нужно что-то делать. Что происходит? Rawls говорит о том, что когда мы находимся в сходном положении, мы не просто находимся в ситуации риска, а в ситуации неопределенности. Мы вообще ничего не знаем. Никакая вероятность у нас, что мы окажемся в каком-то летном обществе, никакая вероятность, что мы займем какую-то конкретную позицию в каждом из этих конкретных обществ. Из-за того, что у нас вообще нет доступа никаким вероятностям, мы не можем просто из-за того, что у нас нет доступа, сказать, что все равно вероятно, что, в общем-то, достаточно аргументировано. И он говорит, что независимо от того, какая у человека предрасположена с риском, потому что изначально... в положении эта предрасположенность исчезает, как и все всякие психологические остальные штуки, то человек вообще не должен рисковать, что он может оказаться, да, оказаться рабом где-нибудь в очень плохих местах и так далее. И так как он ничего не знает и вообще не должен рисковать в этой ситуации, то он должен использовать максимальную эстерегию, он должен пытаться максимизировать самый плохой вариант. То есть он представляет, что вот есть там много разных обществ, да, и в каждом из этих обществ можно занять самую худшую позицию, и он пытается выбрать такое общество, в котором это самая худшая позиция, самое лучшее, что кажется, ну, не так плохо, да. Однако с максимальной стратегией вообще всегда есть какие-то проблемы, даже когда у нас есть какие-то вероятности. Вот, но когда у нас особая вероятность нет, у нас тоже возникают проблемы, и Харсани очень сильно с ним спорит, потому что Харсани все-таки говорит, что надо применять эти цивилизовские принципы, которому нужно увеличивать, естественно, средние полезности каждого человека. И он приводит множество там абсурдных примеров, которые на самом деле кажутся немного абсурдными. Ну, думаю, что вот у нас представим общество, стоящие двух врачей, из врача и двух пациентов, А и В. Ну, что за бред, да? На самом деле это просто можно увеличивать число врачей и пациентов, потому что очевидно, что врачей больше пациентов тоже, но, предположим, у нас такое же соотношение. Ну, или вот другое соотношение, это не сильно имеет смысл. Ну, вот, и в данном примере оба пациента сильно больны пневмонией и без лечения умрут. Ну, все, последняя стадия, там у них все плохо с легкими. И у врача есть всего одна доза антибиотика. Вот. Но также есть информация о том, что при этом пациент Б также находится на последней стадии рака. Вот. Ну, и так как он находится в самом худшем положении, то помощь надо ему. По принципу различий используем максимальную стратегию, потому что человек представляет себе, какая самая худшая ситуация. Вот у меня не только в этом мире, значит, пневмония, но у меня еще рак, значит, помочь должны мне, потому что моя позиция хочет ухудшиться, да, я еще чуть-чуть поживу и так далее. Но интуитивно как будто бы это не очень хорошее решение, вот. Особенно если это распространяет на всю систему здравоохранения, да, и это не очень хорошо работает. Соответственно, возникают некие проблемы, и кажется, что все-таки максимальная стратегия не такая хорошая. Вот. Ну, и такой пример, почему она, например, в обычной жизни не работает. Значит, сейчас вы занимаете позицию в университете, в котором вы сейчас занимаете позицию, и тут вам неожиданно предложили занять позицию профессора в Оксфорде. Вы всю жизнь мечтали, так хотите, но у вас есть, значит, минимальный шанс, что когда вы на самолете полетите в Оксфорд, то вы разобьетесь и умрете. Ну, шанс очень маленький, но он есть. Вот. Но и по Максимину нужно оставаться на месте и вообще не использовать за самолеты, потому что если вы туда полетите, есть шанс, что вы умерете, а лучше оставаться в своем университете и занимать позицию, которую вы занимаете, чем неожиданно умереть в самолете. Вот. Что не очень сильно рационально, откровенно говоря. Ну, знаете, как бы, понятное дело, что мы не можем об этом говорить в изначальном положении, потому что у нас просто вероятности нет. Но возникают другие парадоксы, которые сильно лучше особо не выглядят. Сейчас. Вот. И поэтому мне кажется, что нужно что-то другое, чтобы работало. Базовая интуиция роза все-таки – это то, что люди равны и свободны, и поэтому вероятность как честность. Вот. Но как будто мы в семинах страданий, и это не сильно обеспечивают. Вот. И когда это не работает, вот, у меня есть такое соображение. Представим себе, что в обществе есть некоторое количество людей, у которых очень маленькое количество первичных благ. Перечем первичные блага, и социальные первичные блага, да, которые обществом обеспечиваются. А есть, которые у вас изначально были. Это там ваши институтные способности, вообще какие-то дарования и так далее. Вопрос заключается в том, что РОС предполагает, чем лучше первичных благ, тем больше, потому что мы полезность почитать не можем, мы говорим, потому что мы ничего не знаем, и полезность, соответственно, тоже почитать для людей не может. Он вообще не любит межличностное сравнение полезности. Когда мы говорим, что, ну, вот, примерно для него эта полезность такая же, как для другого человека, да, что они примерно одинаково, там, счастливы и так далее. Ему это не нравится сильно. И поэтому он все считает в первичных благах. И просто какие-то единицы первичных благ, да, то есть у кого их меньше, то мы помогаем. А вопрос заключается в том, что как будто бы он считает, что если у вас, например, первичные блага изначально плохие, а потом давают туда социальных первичных благ, то все станет замечательно. И вообще, чем больше социальных первичных благ, тем лучше. Есть такой очень убедительный кейс с аскетиками. У человека его рациональный план, что он хочет практиковать аскезу, а на него сыплются первичные социальные блага. И тут у него возникают вопросы. Действительно ли всегда больше первичных социальных благ? Чем больше, тем лучше. Роллс говорит, что он, конечно же, может их раздать, но как будто бы это противоречит изначальному предположению, что тем больше первичных благ, тем лучше, потому что, очевидно, это не всегда работает. Но вопрос, который у меня больше, то есть то, что у нас могут быть случаи, когда мы как бы сыплем на человека больше первичных благ, потому что находятся в самой худшей позиции, но мы все сами первичные блага не помогают особо. Потому что у нас есть люди, которые действительно очень сильно больные, они там умрут через полгода. Они находятся в очень плохой позиции, с этим никто не будет спорить, что они находятся прямо в очень плохой позиции, у них изначально пал первичный благ, здоровье проблемы и так далее. Но такое ощущение, что если мы на них социальные первичные блага сверху начнем сыпать, ничего замечательного сильно не произойдет в этой ситуации. И так как у нас все-таки принципы с превьюсти – это не какая-то история, которая происходит один раз, у нас есть какая-то непонятная сумма блока, мы их распределяем, это все-таки принципы того, как работают институты. То есть эти принципы применяются на протяжении некоторой времени. Предположим, у нас есть часть людей, которые находятся в худшем состоянии. Мы, соответственно, помогаем им по принципу различия. Максимим все дела. И, естественно, кто-то из них улучшает свое положение. Но мне кажется, это как будто для меня интуитивно понятно, что не все это делают. И они, кто-то как бы замирает на этом положении. Но мы продолжаем помогать, что бы ни происходило. Непонятно, насколько это эффективно, непонятно, насколько это нужно делать. Я не знаю, самый абсурдный пример, например, люди в коме. Ему очень плохо, им вообще сложно реализовывать свою концепцию блока, потому что они в коме. Но как будто бы если на них какие-то первичные социальные блага насыпать сверху, то с ними ничего не улучшится. Непонятно, почему им сильно нужно помогать. Хотя по Максимину, они действительно, ну да, нужно помогать им. И, соответственно, мне кажется, проблемно как раз-таки именно предположение про первичные блага, что чем больше, тем лучше в любой ситуации, совмещенное с Максимином. Ну и можно сказать, что мы по умираетности не знаем, может быть, этих людей мало, может быть, много, да, мы не должны об этом думать. Но предположим, что их много. Тогда это вообще абсурд. Потому что у нас половины людей, на которые мы сыпем социальные блага, они в очень плохом положении, но им это не помогает. Так вообще непонятно, зачем мы Максимин принимали, да, если это им не помогает. Ну мы скажем, ну мы не знаем, вероятность, может, какое-то там одно общество из тысяч, да, нас это не должно волновать. Но если их мало, это еще более проблематично, потому что получается, что все эти ресурсы, которые мы распределяем там на 90-10% населения, мы почему-то очень активно сыплим на один, с которым ничего не происходит. Мы продолжаем очень сильно им помогать, но с ним ничего не происходит. В общем, понятно. И мы прям все усилия применяем, чтобы помочь людям в коме. Не до конца понятно, как это должно работать. Вот. Мне кажется, что, возможно, решение нужно все-таки, как идти первичных благ, добавить ту или иную версию журнализма. То есть ты говоришь, что, например, каждое следующее какое-то первичное благ уже не так сильно ценно, потому что как будто бы так и происходит, да, с деньгами и со всем остальным. Но, например, мы принимаем, что у нас должен быть какой-то базовый набор первичных социальных благ, которые все-таки одинаково полезны для всех. Вот. А потом уже, на кого-нибудь, я не знаю, там, грубо говоря, на пальцах 112-е, оно уже не такое сильно хорошее. Либо все-таки нам нужно заменить Максимин, потому что кажется, что это какая-то очень топорная стратегия, особенно в сочетании с идеей про первичные блага. И на какую-то более подходящую, вот, возможно, все-таки что-то связанное с рисками, потому что он, конечно, говорит, что рисковать не нужно, но это же можно не только выразить в форме Максимина, а можно просто сказать, что у нас такие индивиды, что они рисковать не любят. Но описывать это не так, что у них психологическая какая-то штука, да, а просто что у них вот так должна выглядеть функция принятия решений. То или то другое. Вот. Это предложение я думаю, что я буду дальше развивать. Вот. Я использую вот эту литературу, которую я упоминала. Соответственно, спасибо за внимание, если есть вопросы. Продолжение следует...